Ребята, всем привет! Привет! Очередная вылазка за сморочками. Сегодня мы вот в таких вот местах входим сегодня в пойменном овраге, где подтапливает вода. Уже сегодня приехали в совсем другое место. Так как в наших местах засуха капитальная, мы ищем влагу и ищем наши любимые грибы-сморочки, которые мы так до сих пор еще и не нашли. Дождя, несмотря ни на что, так и не было. Кстати, уже намного больше зелени, особенно вот здесь, вот в этой местности. Крапива уже какая большая. Такую вот уже можно взять. Щавель огромный уже. Такую крапиву уже можно брать. Ну какие-то цветочки обалденные. Петров крест. Видите, какой он большой. Вот когда в январе мы собирали фламульину сарка с цифрой, этот цветочек уже проглядывался. Первый самый начинал свой рост. Птички поют. Так классно. Река, конечно, здесь уже обмелела, но видно недавно, что был либо здесь дождь, либо просто высохла река и еще немножко земля здесь, почва влажная. Конечно, здесь могут у нас сморочки наши и не расти, но надежда умирает последней. Продолжение следует... Можно в лесу набрать вот такого вот щавеля и вкусной молодой крапивы. Сморчков пока не видать. Зато можно встретить на стволах трудовичок окаймленный. Старый такой, деревянный. Сморчков. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дело у нас уже ближе к вечеру начинается. Грибов мы пока не нашли никаких, кроме трутовиков. Пока только цветы, разнообразные растения. И, возможно, мы сегодня нарвем крапиву. Ее тут в достаточном количестве. Крапива жжется даже через перчатки. Настолько она злая. Использовать мы будем только листочки. Стебли не будем. И варить мы будем из этого весенний суп с крапивой. Примула же отцветает. Скоро можно будет вот эти вот молодые листья забрать на сушку. Для того, чтобы использовать их как противовоспалительное средство. То есть сушеные листочки заваривать как чай. И прекрасная домашняя аптечка. В этом году мы тоже заготавливать будем эти листочки. Будет прекрасный суп. Пион кавказский вылез в лесу. На некоторых кустах пион уже бросил бутон. Но пока еще не цветет. Пока еще рано. В том году мы сравнивали время цветения кавказского пиона со временем сморчка съедобного. Все еще цветут морозники. Ближе к горам здесь холоднее. Здесь посклонных очень много. Очень красиво. Уже темнеет. Уже не так светло. Поэтому это уже плохо видно. Всю эту красоту. Просто перекликается все разными огоньками. Примула. Морозники. Всякие яркие, красивые цветы. Скрученный ландыш уже показывается. А вот здесь пион уже бросил бутон. Видите? Эти пионы уже вот-вот и зацветут. Здесь пока еще растение цветет. Здесь уже либо цветок отцвел, либо уже не будет цвести. Вот эти листочки мы возьмем в свой салат весенний. Какая прелесть. Где-то видите в горах еще попадаются вот такие вот яркие краски. Цикламены. К сожалению, сегодня мы не встретили никаких грибов. Желанных сморчков мы тоже сегодня не нашли. Пока еще нет их ни в посадке моей, ни в лесу, в местах тех, где собирали в прошлом году. Пока только цветы, зелень, птички и так далее. Никаких пока еще нет признаков. Вообще сегодня и копали, рыли. Не так уж и сильно, как хотелось бы. Искали, не нашли. К сожалению, еще одна разведка наша прошла безрезультатно. В лесах очень сухо и не хватает влаги абсолютно. Даже в тех местах, где влага была, она уходит. И этого не хватает для роста грибов. Поэтому мы ждем полноценных осадков. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok